Всем привет, ребят, с вами Никейс, и сегодня у нас девятый выпуск рубрики Игра Головой. Сегодня у нас реплей на танке CDC. Попал я, скажем так, в очень хороший сетап, так как в противоположной команде нет ни одной ПТ, и это нам говорит о том, что я могу очень агрессивно играть, и могу не бояться того, что получу на всё ХП. Вот. Начинаем. Заряжаю голду изначально, и еду на прострел смотреть, смогу ли я кого-нибудь здесь подловить. Подсвечиваю, вижу 54-ку, и вот здесь на респе засвечивается КВ-4, соответственно, начинаем по нему работать. Спокойно, никуда не спешим. Вижу, что кританут баг, просто кидаю ему, соответственно, в то место, куда попал в первый раз, чтобы поджечь его ещё раз. Здесь по мне попадает Тигр. Здесь уже можно не отпускать, да, проходит альфа с перком, и получается так, что просто за 30 секунд я убиваю первый танк. Да, повезло то, что он долго просыпался, долго грузился. Здесь уже вижу Тигра-2, второй танк, который стоит на респе, соответственно, очень легко можно его убивать. Но здесь такой момент, что смотрим сетап наши тяжи ИС-8, то есть Тигра-2 в городе. У нас здесь ИС-3, и сзади стоит 5-4, не знаю, он АФК или нет. И здесь у меня облегчёнка, и уже вылетает Т-49 в тот момент и хомяк. Что нужно делать? Здесь я ещё успеваю дать тычечку, и вижу, что уже сзади на меня, соответственно, я следующий, я успеваю здесь уехать. Еду в город. Когда на этой карте уезжаешь в город, выиграть шансов гораздо меньше, так как с горы простреливается весь город, а с города ты особо не поработаешь по горе, соответственно. Здесь вижу Тигра-2, которого я не добил. Переключаюсь на него, понимаю, что ИС-8 должны забрать, но при этом ИС-8 делает минус по нашему Тигру-2, но всё равно совместными усилиями нам получается забрать его. Здесь что происходит дальше? Тигр-2 разворачивается на меня. Мне надо срочно по нему отстреливаться, забирать, потому что его оставлять в живых нельзя внизу. Счёт 3-3. Я просто понимаю, что здесь куча фуловых танков против меня, и чтобы довести этот бой к победе, мне нужно встать в так называемый перекрёстный огонь. Поэтому я просто беру, поднимаюсь на гору, и главное, не светиться в этот момент. Жду, пока они спустятся вниз, чтобы отстрелять наших ребят. И здесь вот подъезжаю. Вижу, что наш ИС-8 поднимается на гору, и он очень в плохой позиции. Если его высветят, то его моментально отстреляют и убьют. Поэтому я здесь пытаюсь как-то помочь. Просто работаю по танкам, которые вижу в прицеле. Вижу шотного. На два выстрела, точнее, Т-49. Кидаю один раз, но он прячется. Здесь просто работаю по КД, заряжаю голду, стреляю по С-8. Ой, точнее, по Т-54. Извиняюсь, ставлю на гуслю, и задача его как можно больше раздамажить. Если он пропадает из-за света, я не стал уже блайндить. Здесь... Принимаю решение просто сзади объехать. Здесь попробовать кого-то высветить. Возможно. Но очень боюсь при этом упорки какой-то, потому что все-таки они понимают, откуда я стрелял, хоть я и не светился. И играл очень аккуратно. Но все-таки они понимают, что я могу... Что я здесь нахожусь, и поэтому я это востерегаю. Здесь вижу, что хомяк внизу на центре стоит. Мне здесь надо срочно, срочно поджимать уже. Вижу, что у него 600 хп. Топтость по нему раздает. И здесь задача убить хомяка. Можно быстрее. Даю одну тычку. Здесь, получается, вторую. У него нет мехвода. Но он все-таки уезжает. И я остаюсь один против четверых. А вообще, ребят, ситуация безвыходная. Потому что у них есть очень много быстрых танков. И преимущественно быстрые. Два средних танка и две ЛТшки. И выиграть на быстром танке, даже на быстром, против такого сетапа практически нереально. Здесь убиваю одного. Вижу, что летит на меня рушка. Даю по нему тычку. И на меня летит шотный. Я просто не успеваю здесь немножко по КД. Он мне накидывает на 350. Соответственно, этот меня просто таранит. Парень на рушке. И меня убивает. Да, бой я проиграл. Но я считаю, что... Возможно, при каком-то стечении обстоятельств это можно было бы не допустить. Возможно, не пробитие по Т-54 зароляли. Возможно, где-то не очень аккуратная стрельба. Где-то не акцентированно стрелял. Но вот в такие моменты, когда ты понимаешь, что все равно надо будет тащить, нужно стрелять с вероятностью 100%. То есть ты должен быть уверен в своих выстрелах и, соответственно, пробивать все, попадать в максимальную концентрацию, направлять именно на стрельбу. Да, при этом нельзя забывать раскатки противников. Нужно держать в уме каждого противника, чтобы выиграть. Но вот здесь не получилось. Потому что изначально допускал ошибки, когда получил ненужный выстрел от рушки, когда она поднималась. Возможно. Потом чуть-чуть по таймингу не успел добить Т-49. И вот все это вылилось в поражение. Да, накидал 5-100 урона. Взял мастера, танкиста-снайпера, так как кидал издалека. Ну и в принципе все. Я на этом буду заканчивать. Танчик в CDC очень хороший. У кого есть, выкатывайте обязательно. Пусть он у вас не пылится в ангаре, потому что агрегат реально стоящий. Плюс он неплохо фармит. И кто его бесплатно в ивенте взял. Те прям красавчики. Ладно, ребят. Всем спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте о канале друзьям. И всем до новых встреч. Пока-пока.